Торжественный концерт родного края «Образ Многоликий» в сельском поселении Казым, посвященный Дню Села и Дню Округа, начался с северного танца. Почетный гость праздника, заместитель главы Белоярского района Виталий Ващук, поздравил жителей села и вручил памятный подарок. Вам в день рождения пожелать крепкого здоровья всем, чтобы в ваших семьях всегда было благополучие, чтобы вы всегда чувствовали себя счастливыми, чтобы ваша крепкая Казымская семья с каждым годом становилась все крепче и вас было все больше и больше. И вы также, как и раньше, и как сейчас, всех поражали своим гостеприимством, улыбкой, теми умениями и навыками, поддержкой традиционного образа жизни. С праздником вас, дорогие! Виталий Александрович грамоты Организационного комитета по проведению Дня Семьи, Любви и Верности наградил Николая Ермолаевича и Галину Ивановну Каневых, чьи семейные узы остаются крепкими уже более 40 лет, а также вручил медаль и удостоверение к ней за любовь и верность. Вадиму Агасиеву Виталий Александрович вручил сертификат Национальной Федерации стритлифтинга, кандидата в мастера спорта. Односельчан поздравила и глава сельского поселения Алсу Назырова. Я уверена, что наш праздник станет ярким, запоминающимся торжеством, вдохновляющим на другие большие важные дела. Я желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия, мира и тепла. С праздником вас! Алсу Хасимовна вручила благодарственные письма гостям, чья помощь и поддержка дорога для сельского поселения, а также благодарственными грамотами отметила жители Казыма за добросовестный труд. 88-ю годовщину образования села Казым отметили разнообразной и насыщенной программой. От мала до велика здесь пели, танцевали и читали стихи. Кто здесь прав, кто виноват, а революции солдаты уже в Казым и волноват, идут, раскрыв свои мандаты. Со скрипом кожаных ремней, прошедшие о воне воду, на лобках плыли по мне и до штыка несли свободу. В холле клуба «Прометей» каждый мог насладиться выставкой декоративно-прикладного искусства. Под названием «О севере, о людях, о традициях». Местные мастерицы и мастера представили на ней свои работы. Тут на выставке представлены работы как традиционного декоративно-прикладного творчества, так и увлечения наших жителей села Казым, кто плетет, допустим, изделия из крючком, из пряжи. В заключении отметим, что на протяжении всего мероприятия большое значение отдавали семье и детям. Так в 2019 году связали свои сердца узами брака 9 пар, а на свет появилось 16 детей, 10 девочек и 6 мальчиков. Анастасия Бокова, Дмитрий Слепенков. Время новостей. Белоярский.